Здравствуйте, товарищи зрители! Как реально улучшить память и даже восстановить память? Об этом сегодняшнее видео. Скажите, у вас или у ваших родителей память улучшается с годами или ухудшается? Легче или трудней думать, излагать мысли? А в чем причины? А не всегда причины есть, известны и они объективны. Зная эти причины и устранив их, улучшения будут обязательно. И если вы не хотите допустить слабоумие, полную деменцию, Альцгеймер, Паркинсон, тогда внимательно слушайте, что я сейчас вам расскажу. Конечно, простой волшебной таблетки здесь нет, но зная, что губит наш мозг, устранив эти факторы и добавив в рацион определенные, нужные, дефицитные, как правило, питательные вещества и введя занятия, внедрив иные меры, о которых я сейчас расскажу, точно можно. Вот и послушайте, как именно. Сначала я расскажу, как улучшить, сохранить память, 5 основных пунктов, потом, что губит мозг, ну и подведем итоги. Итак, как улучшить память? Первый пункт из пяти, конечно, это физические занятия, это высокая активность. Ну, все знают, что движение – это жизнь, но тут есть особый нюанс, который стоит пояснить. Во-первых, есть такой метаболит, который до недавнего времени считали вредным, пагубным, это молочная кислота, но это недооцененный метаболит. И дело тут вот в чем. Для головного мозга примерно 10% всех энергетических потребностей обеспечивает не глюкоза и даже не кетоны, а именно молочная кислота, а в определенных случаях более 50% энергии. Итак, занимаясь физическим трудом, активной физкультурой, вы уже улучшите питание для своего мозга. Молочная кислота является нейромедиатором и отвечает за долговременную память, что самое важное. Уменьшает воспаление в головном мозге, лечит панические расстройства, стрессы, снимает депрессии. А как в большем количестве дать молочную кислоту мозгу? Ну, это силовые работы, это интенсивные тренировки, это кардионагрузки, это аэробные нагрузки, они очень важны. То есть, быстрая ходьба, бег. Как понять по внутренним ощущениям, что молочной кислоты достаточно? То есть, вы ее произвели, ну, скажем, в приличном количестве, необходимом для мозга, то есть, который будет улучшать конгнитивные способности мозга. Проверка, тест, простые. Когда вам не хватает воздуха, когда горят мышцы, а вы в это время еще делаете упражнения минуты 3-4. На износ, конечно, не надо. Но таких подходов, то есть, когда такая работа сочетается с отдыхом, должно быть в день не менее 10, лучше 15. Такие интервальные тренировки увеличивают даже в размере гиппокамп, ту часть мозга, которая отвечает за память, причем даже с возрастом. Если человек не занимается активным физическим трудом, гиппокамп у него уменьшается, естественно, ухудшается память. Так вот, современной наукой доказано, что гиппокамп может с возрастом даже увеличиваться. А такие тренировки, это что еще? Это и рост сосудов, в том числе в головном мозге, в сердце, в других тканях. Значит, улучшается кровоток, обеспечение кислородом и питательными веществами всех клеток нашего организма. И, как следствие, улучшаются умственные способности. Итак, физическая активность с кардионагрузками, аэробными нагрузками. Второй пункт из пяти – это стимуляции умственной деятельности, ну, скажем так, тренировками ума. Ну, от простых кроссвордов до серьезной уже аналитики, ежедневной аналитики. Лучше всего изучать науку логика Гегеля, ну и, конечно, философию. Это различные тренировки памяти. Но тут я хочу сказать, что единственную ставку упор на это делать категорически нельзя. Почему? Вот в чем тут дело. Дело в том, что мозг, он задействует малое число своих клеток. И просто активная тренировка мозга, а ведь есть такие люди, которые мало физически двигаются, ну и, в общем-то, ведут неправильный нездоровый образ жизни, но у них умственная активная деятельность. И тут вот в чем проблема. У них просто идет перезаписывание информации за счет вот этих мощных аналитических тренировок на другие клетки, которые не были задействованы, а эти разрушаются. У них, что называется, натренирована вот эта способность мозга. Но это же разрушение мозга в любом случае, оно идет. Поэтому данный пункт надо расценивать только в связке с остальными. Но это важная составляющая тренировки ума. Это очень важно. Так, третий пункт из пяти – это аромотерапия. Действительно, последние научные данные говорят о том, что это улучшение активности мозга и улучшение памяти идет однозначно. Причем не на 100%, а больше. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю. За мой труд. И сделайте хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Были эксперименты, после которых проводили тесты РЭЭ по памяти на слух. Это были американские исследования. И тогда людям на ночь ставили вот эти распылители, ингаляторы, скажем так, да, с эфирными маслами. Масло розы дамасской, лимон, апельсины, мята, розмарины, лаванды. Вот эти виды эфирных масел улучшают память примерно в 2, 2,3 раза. То есть ароматерапия действительно реально работает. Я, конечно, советую здесь в большей степени дамасскую розу, лаванду и апельсин. Впрочем, здесь есть индивидуальные некоторые особенности и можно для себя просто подобрать помесячно, используя те или другие эфирные масла. Четвертый пункт из пяти. Очень важный тоже. Надо держать свои сосуды чистыми и сердце крепким. Ведь питание мозга кислородом и питательными веществами должно быть без дефицитов. Чистые сосуды это хороший кровоток, а значит и питание мозга. А как сделать и держать свои сосуды в чистоте? Об этом у меня было несколько видео и ссылки на них я вам оставлю под этим видео в описании. Конечно, это и правильное питание, и интервальное питание. Это категорически не есть на ночь. И, безусловно, это соблюдение правил пятого пункта. Итак, пятый пункт из пяти. Это специальные вещества, которые помогут улучшить память. Ну, во-первых, это витамины группы В. Из них самые важные для мозга В9, В1, В12. В9 лучше всего принимать в виде фалата. Есть очень удобная форма, это в виде спрея, вот это. В12 лучше принимать в натуральном виде, в комплексе незаменимых аминокислот, аминопротеин. Обширная линейка витаминов группы В содержится в хлореле и спирулине. Очень важен минерал цинк. Его стоит принимать в липосомальной форме. Да, все, о чем я сейчас говорю, на все на это, а то спросите и скажете, как, где это все приобрести. Ссылки я вам оставлю под этим видео. Теперь, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это основа структуры головного мозга, ведь головной мозг состоит практически из омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Самый лучший тут вариант, поскольку очень важны антиоксиданты, то есть антиокислители, которые снимают свободно радикальное воздействие на клетки мозга, в том числе, а это очень важно, говоря о том, чтобы мозг оставался здоровым. Так вот, это препарат профессора Исаева, латтл с селеном. Там не только селен, хотя он один из самых сильных антиоксидантов, а там комплекс антиоксидантный. И, конечно, омега-3 жирные кислоты, главные самые из них, ЭПК и ДГК. Теперь, Д3-витамин очень важен не только для проведения кальция в костную систему, но и для памяти. Витамин Д3 в липосомальной форме. Очень важен йод, дефицит йода недопустим для хорошей памяти. Дорогие товарищи, особо хочу выделить такой гриб, наверняка вы слышали о нем, да многие сейчас об этом видео снимают, поэтому на слуху у многих, это ежовик грибенчатый или он же, другой его термин, гериций. Так вот, этот гриб однозначно улучшает память, укрепляет нервную систему. Конечно, я советую его потреблять. Препарат Кавьерламин, профессора Исаева, они только усилят, дополняют друг друга, но надо только по времени их разнести между собой. Ссылку на ежовик грибенчатый, как купить, приобрести, я оставлю под этим видео тоже, как и на все то, о чем говорю. Далее, Дегидрокварцетин. Очень важное вещество, мощнейший антиоксидант и очень хорошо улучшает память. Конечно, куркума с черным перцем, безусловно, как дополнительное средство, не как основное, но как дополнительное, да. Ну и специфические такие препараты на основе огневки, это огневка норма и огневка плюс, которые можно помесячно чередовать. Разумеется, это все друг с другом сочетается. Одно не исключает другое, а напротив усиливает. А теперь особое внимание. Вы думаете, нервные клетки, как раньше нас учили, не восстанавливаются? Это не так, они восстанавливаются. В конце 80-х годов профессор Исаев это доказал с группой ученых. Он изобрел так называемый препарат с названием Кавьяр-Ламин. Вот он восстанавливает и укрепляет нервную систему, ну и проведение нервных импульсов, соответственно. То есть, как следствие, память, ну и способности мозга к аналитике улучшают. Об этом посмотрите хоть и короткое, но все же важное видео, которое вышло у меня на канале совсем недавно. Ссылки на этот препарат и вот комплекс я оставлю вам под этим видео. Комплекс это набор для укрепления и улучшения памяти. И еще магний для памяти. Очень важно это что? Это зелень. Разная зелень. Ну и, конечно, если уж ее в вашем питании не хватает, магний отдельно. Лучше, конечно, в хелатной форме. Самый лучший вариант совместно с фулевовой кислотой. Не путайте с фолиевой кислотой, витамином В9, а именно с фулевовой кислотой магний. Про фулевовые кислоты видео мое посмотрите непременно. В совокупности, если вы учтете эти пять пунктов, не будете лениться заниматься собой в этом смысле. Вы, конечно, однозначно сохраните свою память, высокие аналитические способности до самой-самой глубокой старости до конца своих дней. Ну и, кстати, еще дольше проживете, чем прожили бы, если бы вы это не учитывали. Ведь здесь нет только, знаете ли, одной какой-то функции, вот улучшения памяти. Это вообще улучшение здоровья. Это укрепление иммунитета, то есть защитных сил организма. И продление жизни, активной жизни. Ну а теперь, что губит мозг? Ну, конечно, это тяжелые металлы, которые накапливаются в организме. Различные, от ртути до свинца. Это СВЧ, ИВЧ-излучение, то есть сверхвысокочастотные от сотовой связи, Wi-Fi, беспроводной вот этой всей связи. Это электромагнитные источники излучения. Безусловно, это все разрушает мозг, что известно уже давно. И люди просто, ну что называется, это ощущают на себе. Просто не всегда правильно анализируют, от чего это у них. Уменьшение памяти. Конечно, это комплекс факторов. Но эти пришли к нам в жизнь не так давно. И вот тут-то и стала ухудшаться память даже у молодых людей, чего не было ранее, понимаете? Теперь, вопреки веровании, что глюкоза нужна мозгу, а это не так, мозгу нужны кетоны. То есть за счет энергии кетонов мозг активней. Ну, про молочную кислоту я уже сказал. Так вот, не допускать окисления, то есть воздействия свободных радикалов, но это потребление антиоксидантов. Естественно, стрессы разрушают мозг, нервную систему. Конечно же, и в первую очередь, это такие яды, протоплазматические яды, как алкоголь, этиловый спирт. Это, безусловно, различные яды, находящиеся в табаке любом. Это консерванты, красители, различная химия в питании, которой сейчас очень много. Антибиотики, естественно, и, да, сахар, потому что сахар вызывает воспаление, в том числе в тканях мозга. Энергию надо получать, в идеале, за счет расщепления жиров, а не за счет расщепления глюкозы. Конечно, добавляет проблему отсутствия в наши дни глубоких аналитических размышлений, каких-то философских вечеров, бесед на интеллектуальные темы, ну и просмотра каких-то аналитических передач. А в основном люди, что смотрят ток-шоу, мыльные тупые сериалы, которые их отупляют, безусловно. И я это вижу просто на одних и тех же поколениях людей, которые в советские поздние времена, скажем, умели совершенно по-другому изъясняться, анализировать. Ну, вообще другие люди стали, они же стали другими людьми. Подсели на эти сериалы, не думают, не мыслят и деградируют. Да, человек может как физически деградировать, не занимаясь физически активным трудом, так и умственно и морально, да, безусловно. Ну и в завершение, что я хочу сказать. Нервные клетки восстанавливаются. Просто если вы не будете предпринимать реальных мер, которые приведут к восстановлению нервных клеток, тогда они и не восстановятся. И раньше люди не применяли, не учитывали многие эти факторы. Порой можно учесть, скажем, 5-6 важных питательных веществ. А может быть дело в седьмом, в восьмом. Конечно, всем определить досконально, что именно необходимо конкретному человеку, можно, но очень сложно, дорого, непросто. Но учесть, добавить в рацион питание, ввести вот те вещества, препараты, что я сказал, это уже большое дело. Итак, в завершении, подведя итоги, хочу я вот что сказать. Вот все эти факторы, если вы будете соблюдать, это не так много, не так страшно. Это как настругать себе салат, по большому счету, из там 7-8 ингредиентов. Тут же паника не возникает. Ну и тут не нужно никакой паники, а то иногда после подобных видео с рекомендациями некоторые пишут, это же жить нельзя, тогда только этим и думать заниматься. Вы думаете, когда вы зубы чистите? Или когда, я говорю, салат готовите или что-то еще нет? Это не страшно. И это то же самое, просто это в привычку у вас не вошло. Вы только это первый раз вроде так вот слышите, много всего. Поймите, тут память, конечно, это очень важно, но здесь, по сути, мы говорим о улучшении вообще здоровья и продлении жизни человека. Однозначно. Потому что все системы организма будут работать лучше. Вы будете чувствовать прилив сил, энергии, подъем, в том числе душевный, а значит больше, дольше, лучше сможете трудиться и приносить какое-то благо, ну, так сказать, для себя, семьи и общества. Творческий потенциал сохранится на долгие-долгие годы. Ну и, конечно, трудоспособность. Вот плюсы такой системы. Итак, все необходимые ссылки я оставлю вам под этим видео. Не поленитесь зайти, посмотреть, ну и приобретайте то, что вам нужно. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат, и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.